Бismillahehrinwin'kum, wa salātuala anīmAbuisi, ala alai yālyhi, wa Orādāti wa ʽ bunaīm, alaikum wa rā Te vātaha ba-ro J Iraq and Se Kiev. Быстро прилетел год и приблизился священный месяц рамадан. Быстро пролетают дни, быстро пролетают недели, месяц, год, жизнь. И вот уже мы опять встречаем с вами новый месяц рамадан. Каждый из нас, наверное, чувствует, как будто он вчера только проводил предыдущий месяц, и вот уже наступил новый Сахабы, великие люди, Радуан Аллаху Алейхим, жили весь год с этим месяцем До того, как наступил этот месяц, наступал этот месяц, они просили Полгода Аллаху Субханава Тааля, Аллаху ма балиг на Рамадан, о Аллах, дай на возможность дожить до месяца Рамадана И когда пропастились месяц, полгода просили Почему? Потому что они осознавали, уважаемые братья и сестры, ту милость, которая содержится в месяце Рамадан Благо, благодать, баракат, который есть в месяце Рамадана, они осознавали это сердцами и жили весь год с этим месяцем Аллах Субханава Тааля, в 183-м аяте, в 40-м, рассказал Это не даю шараф обращения почета Аллах Субханава Тааля обращается ко мне, к тебе, брат Это самое лучшее обращение, которое мы можем найти в Коране Обращение ко мне, к тебе То есть, не даю шараф, Аллах Субханава Тааля обращается к нам, как к мусульманам, как к верующим Поэтому, когда Аллах Субханава Тааля обращается и говорит То Аллах Субханава Тааля хочет что-то приказать, то, что принесет нам благо Или что-то плохое, храмное, которое принесет нам вред То есть, приказано вам проститься От кого? Кем? Аллахом Субханава Тааля Подобно тому, подобно тем, как было предписано тем людям, которые были до вас Тем общинам, которые были до вас Общины Алисалам, общины Муса Алисалам, Нуха Алисалам Если посмотреть, шараф, шараф, аркан, 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 арк свидетельствовали что нету никого достойного поклонения кроме Аллаха и IT ИЦ и Рап и посланник Аллаха в Умми Муса Алисов-Салям свидетельствовали что нету никого достойного поклонения кроме Аллаха и посланник Аллаха , чтение молитвы выплачиваем за 5 пост хач во всех общинах были эти swarm были эти столпы но однако может быть они отличались как то сама практика Как Аллах сказал, у каждой общины был свой шариат и свой манхач, то есть своя программа, так скажем, молебная практика. Если посмотреть в Кур'ан, то что Аллах, например, напоминает нам о Исмаиле, То есть Исмаиле организовал своей семье молитцей и плачев закат. То есть, призывай своих людей, своих последователей, совершать хадж. То есть, все арканы были в каждой религии. Поэтому, как-то один раз человек сказал, что ваша религия красивая, ахляк, адаб, гылк, все в ней есть. Но так много текалиф, то есть, много вам предписано, как поститься, молиться, просыпаться на утро и молитву, брать омовение, закат давать. То есть, ты устаешь, зарабатываешь, те 2,5% нужно давать. Уже не буду говорить о хадже, как это тяжело делать. Я говорю, субханаллах, вы знаете, то, что большинство мусульман, практикующих, больше дают, чем им предписано. Как, например, мусульмане, садакат намного больше дают, чем закат. 2,5%, а садакат намного больше они дают на протяжении года. Хадж есть люди, один раз предписано совершать хадж, люди по 20 раз в жизни совершают хадж. Постятся не только месяц, роман, понедельник, четверг, три дня, в середине месяца, день Ашура, зульхиджа и так далее. То есть, день Арафа. То есть, есть татава, то есть, дополнительные вещи делают. Почему? Потому что чувствуют наслаждение в этом. Поэтому Аллах, субханаллах, приказал, уважаемые братья и сестры, поститься нам. Не для того, чтобы усложнить нам, не для того, чтобы что-то сделать, не для того, чтобы в этом есть польза, в этом есть фаида, очищение для наших тел, для наших сердец. Наш желудок отдыхает, альхамдуллах. То есть, мы приближаемся к Аллаху, субханаллах. Для этого Аллах, субханаллах, приказал нам поститься ни в коем случае, чтобы усложнить нам жизнь. Как проговорил пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, билляля, рада Аллаху альху, рихна я биллян, о биллян, дай нам возможность отдохнуть. То есть, скажи азан, и мы будем молиться. В чем саба причина поста? Может быть, вы станете богобоязнен. То есть, Аллах, субханаллах, обращается к сердцам, так, как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, указал на сердце, сказал «Ат-такваха хуна, ат-такваха хуна, ат-такваха хуна». Богобоязнен сана здесь, Богобоязнен сана здесь, Богобоязнен сана здесь. В следующем аяте, Аллах, субханаллах, говорит, То есть, считанное количество дней. А тот, кто из вас болен, болезнь, та болезнь, которая ему не позволяет поститься. Или та болезнь, которая, если он будет поститься, она у него увеличится, болезнь. Но если у человека какая-то боль, например, пальчик болит, или еще что-то, он должен поститься. Та болезнь, которая ему, если он будет поститься, принесет ему вред. Или тяжело ему, машакка, в этом есть, если он не будет принимать это лекарство, то тяжело ему будет. То есть, если ты болен, или в путешествии, то путешествие, где тебе решено сокращаться, вмещать молитву, то ты можешь в другие дни пропаститься. И Аллах, субханаллах, говорит, «Айянна мааду дакка, считай на количество дней». Так оно есть, месяц Рамадан, он 29 или 30 дней. То есть, в лунном календаре не бывает больше 30 дней, не бывает меньше 29 дней. Те, кто могут поститься, то они могут выбрать или поститься, или накормить бедняка. Как понять? То есть, задаюсь вопрос, как Аллах, субханаллах, говорит, то есть, если ты можешь поститься, можешь не поститься, значит, накормить бедняка? Тогда этот аят мансух. Мансух, то есть, его хукам, вот этого выражения, где Аллах, субханаллах, говорит, то, кто сможет поститься, он может выбрать или накормить бедняка, или пропаститься. Его хукам стертый, тем аятом, насихом, который приходит после него. Дело в том, что, уважаемые братья и сестры, Аллах, субханаллах, приказал поститься постепенно, чтобы весь месяц Рамадан, чтобы не было усложнений, чтобы не было тяжко для умы, пророку Мухаммаду, субханаллах, подобно тому, как запретил вино постепенно. Так же и здесь. То есть, раньше было приказано поститься в день Ашура, потом несколько дней из месяца Рамадана, потом выбор был у человека, у мусульманина выбрать или пропаститься. Если он не хочет поститься, он может дать сфиди садакат, именно горсть еды. Это было до этого еще, раньше. То есть, в начале, когда Аллаху постепенно приказывал поститься. То, кто больше с горстью садака еды даст, это лучше для него. Однако, если вы будете поститься, это лучше для вас, если бы вы знали. То есть, пост для вас, даже в те времена, когда Аллаху, субханаллах, не то есть, Рамадан предписал не как фарт, весь месяц поститься раньше, а как выбор или поститься, или давать садака, но Аллаху, субханаллах, даже при этом сказал, пропаститься лучше для вас, чем дать садака. В следующем аяте, Аллаху, субханаллаху, стирает хукм того аята, который был до этого, и говорит, субханаллаху, субханаллаху, шахру рамадана, ладзи унзил афиги, в Куран. Месяц Рамадан, это тот месяц, которым не спасал Аллаху, субханаллах, в Куран. В Куран задается вопрос, Аллах полностью не спасал, или постепенно, или начало его неспосылания. Нет разногласий среди ученых, то, что начало неспосылания Курана пророка Мухаммаду, субханаллаху, было в месяц Рамадан. Мы не спасали его в благодатную ночь. Мы не спасали его в ночь в предопределении, говорит, субханаллах. Также другое мнение, то, что Аллах, субханаллах, не спасал, и потом на протяжении 23 лет не спасался пророку Мухаммаду, субханаллаху, то, что именно Азбаб и Мюзуль, причины неспосылания, и так далее. Аллах, субханаллах, постепенно не спасал на сердце пророка Мухаммада, саллаху алейху алейху ассалям. Также мнение, то, что Аллах, субханаллах, и на этом большинство ученых, то, что Аллах, субханаллах, полностью Куран не спасал из... в бейт-ль-Иззе, не спасал в бейт-ль-Иззе в самайд-дюния, в последнее небо и дуния. Аллах, субханаллах, не спасал его. Куран, и уже оттуда по аятам Аллах, не спасал пророка Мухаммада, То есть, в Куран он показывает прямой путь людям. То есть, у нас есть, уважаемые братья и сестры, прямой путь. То есть, человек, аль-хамдалля, если будет следовать Курану и размышлять над ним, и в этот месяц больше читать Куран, размышлять, исследовать Куран, то он не заблудится, помимо Саллаха, так как он указает прямой путь. То есть, ясные аяты. Ясные аяты, которые разъясняют нам, как мы должны жить правильно, дабы быть счастливы. Фуркан, то есть, разделяет хатан и батыль, истину от лжи, халал от храма. Потом Аллах, Субханда, говорит, тот, кто из вас застал месяц, дожил до месяца Рамадана, пусть его он полностью пропустится. То есть, это указание, уже этот аят стирает, то есть, в предыдущем аяте Аллах, Субханда, сказал несколько количеств дней. То есть, не весь месяц Рамадан, но в этом уже аяте, Аллах, Субханда, говорит, полностью пропуститесь вместе Рамадан. То есть, не один, не два, не три, а полностью, или 29 дней, или 30 дней, как он приходит из года в год по лунному календарю. А тот, кто из вас болен или в путешествии, то он может пропуститься в другие дни. Здесь задается вопрос, почему Аллах, Субханда, опять повторил этот аят? Для повторения, для конкретизации? Нет. А для чего? Для того, чтобы указать нам, Если первый хукм, то, что Рамадан, вы можете пропуститься несколько количеств дней, стирается следующим аятом, то, что Аллах приказывает весь месяц поститься, то в этом, Аллах, Субханда, повторяет, то, что тот хукм, о котором Аллах сказал в предыдущем аяте, кто, кто в путешествии или кто, кто болен или в путешествии, может пропуститься в другие дни, он не отменяется. Он зафиксирован, а именно отменяется какая часть? То есть, то, что несколько количеств дней заменил Аллах, Субханда, на весь месяц. А тот, кто даже на сегодняшний день в путешествии, если ему тяжело, то есть у него есть рухса, у него есть разрешение открыть пост, если он болен той болезнью, которая мешает ему пропуститься, он может пропуститься в другие дни. Потом Аллах, Субханда, говорит, Аллах хочет для вас облегчения. И Аллах, Субханда, не хочет для вас усложнений. То есть, Аллах, Субханда, не спасал вам, он приказал вам поститься не для того, чтобы усложнить вам, а для того, чтобы облегчить вам. И Аллах, Субханда, дал вам вот эти разрешения, разговление, сделать разговление тому человеку, кто болен, или тому, кто почувствуется, дабы облегчить ему. Еще раз, чтобы он понял, чтобы мы не должны бояться. То есть, Аллах, Субханда, приказал нам не для того, чтобы бояться. Аллах предписал уже тем общинам, которые были до нас. Здесь Аллах указывает, то есть, вы не бойтесь. Те, кто были до вас, им тоже было приказано. И они пропастились. и дабы вы полностью пропастились весь месяц. В другом ревейте читается И чтобы вы возвеличивали Аллаха, говорили То есть нету разницы Сыра, то есть именно как возвеличивать, восхвалять Аллаху, не указано восхвалять Аллаху, возвеличивать И многие из ученых берут этот аят за далили То, что в день Аид, Аид-дуль-Фетр, ураза Байрам Нужно говорить, произносить праздничные тагбираты Почему мы должны возвеличивать Аллаха За то, что Он вас наставил на этот путь То, что Аллах дает нам возможность пропаститься То, что мы, الحمدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل За то, что Аллах мне спасал Кур'ан. Благодарны за что? То, что Аллах хочет для нас легкости. Благодарны за что? То, что Аллах не хочет для нас тяжести. Благодарны за что? За то, что Аллах дал нам возможность, если человек заболел или в пути может потом пропастись. Благодарны за что? За то, что Аллах нас поставил с вами на этот путь и дал нам возможность выйти из числа пастящихся. Следующий майя сято, 186 майя сято, Аллах говорит. И говорит, О, Мухаммад, обращение к посланнику Аллаху саламу. Если мои рабы спросят тебя обо мне, То поистине я близок Часто в Куране приходится Такая аят Спрашивают тебя Когда наступает месяц Женщина спрашивает о тех днях Когда они не молятся Спрашивают тебя касательно Алкогольных и азартных игр Скажи С точки зрения разума Человек тоже хочет услышать Если тебя спросят Мои рабы обо мне Слово скажи Но Аллах не говорит скажи А Сан-Хан отвечает И говорит поистине я близок Почему даже пророка Мухаммада Аллах не ставит В вопросе дуа Обращение к Аллаху Между рабом и Аллахом Даже здесь пророк Мухаммад Аллах его не ставит Посланника в дуа Между рабом и Аллахом Я близок Обратились к посланнику Аллаху И сказали Я Расулеллах он далек от нас чтобы мы к нему взывали или он близок чтобы мы к нему обращались варит лох ближе к вам чем ваша сонная артерия аллах ближе аллах слышит аллах видишь аллах отвечает на два холеста джи були пусть они отвечают мне то есть отвечать на приказы на аламир которого приказал уэлью минуви уверует меня вопроса хоккейт и дали умершу дон может быть они будут идти по прямому пути может быть после этого они станут по прямой пути уважаемые братья и сестры многие люди хотели бы дожить до этого месяца но они сейчас могилах и не дожили до этого месяца поэтому мы с вами дожили благодарим аллаха встретим этот сегодняшний тарабьях завтра же поиск с издых аром с прощением от аллаха просить у аллаха толпы покаяния прощение также наши близкие кого-то мама у кого-то папа близкие родственники ушли за этой жизни хотели бы вернуться сюда чтобы пропаститься но у них нет такой возможности поэтому не забываем у них есть что вы их дети их близки которые могут сделать два за них им как звоночек нур от аллах она будет салатся в их кубур в их могилы это твою сына это твоя дочерь 2 она будет возвышать возвеличить их степенях не забывайте о тех ушедших наших близких родственников родителям дедушек бабушек близких я прошу аллаха смотря что принял от нас от вас чтобы ласканда на возможность полностью пропаститься провести это вместе поклонение все не куран и размышление что вам после этого месяца стали лучше чем мы были до этого чтобы еще много лет мы с вами встречали этот священный месяц рамадан в поклонении и довольствие субтитры создавал DimaTorzok